Любой житель села Маянга знает, почему случаются перебои с водоснабжением. Полное отсутствие воды – это следствие большого потребления в жаркую погоду. Если бы работали все системы – питьевая, техническая, поливная – то проблем не возникало бы, но что-то постоянно выходит из строя. Я рядом с башней живу до обеда, а после обеда уже воды нет. Дочь живет на поселке, на комбикорме, там вообще у них не каник. У них вообще воды нет. Ну и ладно, вода была, грязь сплошная. Если посуду моешь, то надо обязательно вытереть, чтобы вся ржавчина на тарелке. Проблема с водой стала главной темой встречи руководства района и жителей села. Сейчас в Маянге три вида водоснабжения. Техническую воду для бытовых нужд жители получают из скважин. Питьевую фильтруют через очистные сооружения, оборудованные по федеральной программе в местном ДК. Поливной водопровод раньше работал не во всем селе. И в прошлом году при содействии спонсоров и самих жителей к нему подключили оставшиеся 90 домов. Раньше они поливали огороды водой из башни, и она просто не успевала наполняться. Еще одна причина слабого напора – насосы недостаточной мощности. У вас сейчас стоит, на той скважине должна быть 16-кубовый насос, так? У вас стоит 10. Или 16-й стоит, но он старый. Он старый год отработал, с песком год отработал, он уже не дает этого количества воды. Здесь должен стоять 25-кубовый насос, стоит 16-й, старый. Поставьте новый 25-кубовый насос, башня будет, как в прошлом году, всегда полный. Почему? Потому что приход воды в башню был больше, чем выход воды. А почему больше? Что ж насосы можно! За работу системы технического водоснабжения отвечает МУП Балаково «Доканал», который обслуживает сети и ремонтирует насосы, когда те выходят из строя. Обеспечение питьевой водой с недавнего времени входит в зону ответственности районной администрации. А вот поливной водопровод – это ответственность самих жителей. Официально к нему подключились 380 абонентов. Как и на дачах, выбран казначей, собирающий средства на ремонт сетей, а также специалист, проводящий работы. Но одна проблема мешает поливному водопроводу нормально функционировать. Далеко не все абоненты хотят сдавать деньги на его обслуживание. А потому каждый порыв или выход из строя насоса оборачивается настоящей катастрофой. Вот все шумят, все говорят, давайте воды, администрация виновата, но в этом участия жителей никакого нет. Вот давайте с нашей стороны, Сергей Евгеньевич пообещал, что если в насосах он поменяет, давайте с нашей стороны мы организуем правильный летний полив. Правильно, чтобы абоненты все, 380 абонентов сидят, да каждый по тысяче скинется, да, 380 тысяч. Да вы согласны. Вы понимаете? Ну половина ты не соглашаешься. Некоторые вопросы, обозначенные сельчанами на встрече, нельзя решить в одночасье. Например, 16 километров старых труб поливного водопровода быстро не заменишь. Но основные проблемы будут держаться на контроле. Не работает система очистки по воде, которая находится в ДК. Принято решение в ближайшее время на следующей неделе пригласить специалистов, ее восстановить. Необходимо поменять фильтровальные колонны, чтобы люди получали нормальную питьевую воду. Второй вопрос. Необходимо заменить насос на более мощный производительность 16 на 25 кубов, потому что не хватает объема воды в башне для разбора в селе Маянга. Мы обратились к Николасу Ильичу Панкову с этой проблемой. С его стороны оказаны все содействия для решения данной проблемы по ремонту двигателя, который имеет мощность 90 киловатт и который работает на систему полива в селе Маянга. Вчера насос был демонтирован. Произведенные работы были поменены подшипники. Сейчас должны подъехать электрики, которые произведут пуск на лодочные работы. Сегодня насос на системе полива удалось реанимировать. А это значит, что снизится потребление с башен и проблема нехватки воды решится.